МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. В АЛЛАТРА введен режим чрезвычайной ситуации. 11 апреля уровень воды в реке Сура составил 710 сантиметров. Совсем немного до критической отметки. Подтоплен 51 приусадебный участок. Еще в начале недели подтопленными в АЛЛАТРА было только около десятка участков. Сегодня многие улицы напоминают больше полноводные реки. До критической отметки подъема, когда вода может зайти в дома, осталось буквально 20 сантиметров. В городе работает группа специалистов Чувашской республиканской поисково-спасательной службы. Организовано медицинское обслуживание. Объекты жизнеобеспечения в этих районах функционируют в рабочем режиме, сообщает Госкомитет по чрезвычайным ситуациям. Все службы жизнеобеспечения города, правоохранительные, противопожарные службы перешли на круглосуточный усиленный режим работы. Режим чрезвычайной ситуации будет отменен по мере снижения уровня воды в реках. Необычную конструкцию информаты сегодня презентовали в Чубаксарах. С помощью подобного устройства можно зарегистрироваться на едином портале госуслуг и получить нужную услугу в электронном виде. Информатов в Чувашии не так много, всего пять, и один из них в Чубаксарах. По задумке, умные аппараты призваны облегчить жизнь тем, кто не имеет компьютер дома и доступ в интернет. Внешние информаты напоминают обычные платежные терминалы, которые установлены в торговых центрах и не только. Благодаря этому устройству возможно получать госуслуги в электронном виде, оплачивать штрафы ГАИ и услуги ЖКХ, распечатывать бланки и документы. На корпусе аппарата есть клавиатура для заполнения форм и принтер для печати документов. Терминал оснащен сенсорным экраном, камерой и микрофоном. Можно связаться с единым контакт-центром и получить всю необходимую информацию. На видеосвязь через информат выходит оператор электронного правительства. При необходимости консультирует, как пользоваться единым порталом госуслуг. Прежде нужно пройти регистрацию. Некогда сложно выполним операции, на этом информате вполне понятны и просты. С самого начала выбираем наше местоположение, дальше уже проводим регистрацию. Вот здесь идет у нас выбор, как мы будем получать код активации. Либо через Почту России, это порядка двух недель, когда оно придет заказным письмом. Ну, либо через Центр обслуживания в Ростелекоме. Получение кода активации – это заключительный этап регистрации. В течение суток пароль нужно активировать. Тогда код откроет дверь в личный кабинет пользователя. Удобнее в том плане, что не нужно, допустим, находить компьютер, потом куда-то ехать. Тут все в одном месте – и регистрация, и получение. Информаты – это окно к электронным госуслугам. К слову, более 17 тысяч жителей республики уже зарегистрировались на едином портале госуслуг. А наиболее востребованными оказались запросы в Минюст, Госслужбу занятости и Минздрав. На сегодняшний день переведено 69 услуг – это 42 государственные услуги и 27 муниципальных услуг. Это те услуги, которые более востребованы гражданами. Чаще всего обращаются за получением загранпаспорта старого и нового образца, регистрация заключения брака, регистрация расторжения брака. Госуслуги продолжат переводить в электронный вид. А информаты, действующие еще и в Канаше, Ядрине, Шумерле и АЛЛАТРе, стали очередным мостиком к электронным услугам. Хотя изначально подобные терминалы создавались для территорий с низким проникновением интернета. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. Сегодня во всем мире отмечают День авиации и космонавтики. 52 года назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, который длился всего 108 минут. Всего в мире по итогам 2012 года 526 космонавтов и астронавтов. В Чувашии жили и выросли трое из них – Андриан Николаев, Мусам Анаров и Николай Бударин. Сегодня по всей республике прошли праздничные мероприятия. 12 апреля 1961 года для многих людей знаменателен тем, что это самое яркое событие, радостное после окончания Великой Отечественной войны. В сердцах людей, безусловно, живет гордость за то, что первый человек, который поднялся ввысь в кабине ракеты – советский космонавт. В те годы, когда я сам в школе учился, ну и, скажем так, потом в учебном заведении, всегда во всех газетах, когда космонавта отправляли на орбиту, печатали, большие фотографии и описание биографии, где родился, что закончить. Когда открываешь эту газету, вот, как бы сказать, возникало у меня даже желание, ну, как-то быть ближе или как-то вот прикоснуться к этой, я бы сказал, такой несбыточной мечте. Евгений Владимирович 29 лет удал космонавтики. В юношеские годы бывший начальник испытательного отдела космодрома Плесецк поведал свою историю, как он стал на космический путь. Быть ближе не к небу, а к звездам, которые полетели туда – вот высшая награда за трудовые годы. Потому что, представьте себе, за сотни миллионов километров точную стыковку производить, точно выведет космический аппарат на ту или иную орбиту. То есть это просчитывать надо, но уже не логарифмические линейки, как Королев считал, положим, а суперсовременными электронно-учистительными машинами. В Чебоксарах место встречи не меняется много лет. Утром возле памятника Юрию Гагарину многолюдно. Ветераны, школьники, представители городских властей собрались здесь, чтобы напомнить всем о знаменательном событии. Андриан Николаев был третьим космонавтом, полетевшим в космос. Полет космического корабля «Восток-3» с нашим земляком Андрианом Николаевым на борту имел огромное значение. Поздравительная телеграмма с успешным завершением его полета в Чувашию присылали отовсюду. В солнечный апрельский 12-й день от такого количества цветов, которые горожане возложили к памятнику космонавта-земляка, тепло и светло. По традиции, в День космонавтики в Чувашии проходит много мероприятий. На родине космонавта Андриана Николаева в селе Шоршило состоялся традиционный республиканский слет отрядов юных космонавтов. Там отметили особо отличившихся. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. Каждый из нас в детстве хоть немного мечтал стать космонавтом. Но удалось это единицам. Кинотеатр «Мир Луксор» и радиостанция «Лав Радио» в честь Дня космонавтики воплотили мечту своих зрителей и слушателей. Те, кто пришли накануне праздника на премьеру фильма «Обливион» в кинотеатр «Мир Луксор», могли насладиться не только увлекательным просмотром, но и стать участниками космической фотосессии. С 8 апреля в кинотеатре «Мир Луксор» размещена выставка с любовью к космосу. Здесь можно встретить ведущих, менеджеров и других сотрудников «Лав Радио». А накануне Дня космонавтики сфотографироваться в космическом стиле могли все посетители кинотеатра «Мир Луксор». Вот сегодня в преддверии Дня космонавтики у нас есть уникальная возможность для того, чтобы окунуться в мир фантастики, в мир того, в наших детских мечтаний, как говорится, и того, что бы с нами происходило, если бы все-таки стали космонавтами. И поэтому «Лав Радио» не могло обойти стороной такое замечательное событие и показать себя, продемонстрировать этот фильм совместно с кинотеатром «Мир Луксор». Космическая фотосессия плавно перешла в «Лав Сеанс», где любители звезд и других небесных тел оказывались то в роли инопланетян и луноходов, то в роли метеоритов. И самые артистичные получили призы от «Лав Радио». Это традиционный «Лав Сеанс», мы их устраиваем, ну, как минимум, два раза в год. С любовью к космосу сегодня он у нас. Так что добра пожаловать в кинотеатр «Мир Луксор». Фильм «Обливиан», вышедший в эти дни на мировые экраны, история фантастическая. Главную роль исполнил Том Круз. Можно ли тосковать по городу, в котором ты никогда не был? Вспоминать время, когда любил девушку, которую никогда не встречал. Люди покинули Землю много лет назад. Джек – последний, кто спускается на брошенную планету каждый день. Во время очередного дежурства он обнаруживает космический корабль, который потерпел крушение. Джек попадает в ловушку того, кто знает о нем слишком много. Единственный шанс добраться до истины – вспомнить все. Джек! Откуда ты знаешь мою имя? Они обстреливают выживших! Прыгнись! Что ты от меня скрываешь? Кто ты? Фантастические стрелялки с красивыми пейзажами, размышления о миссии человечества и судьбе Земли на фоне космических кораблей, бороздящих просторы живописной Исландии, доставили удовольствие всем пришедшим на премьеру «Обливиана». Действительно, сюжет классный и вообще на одном дыхании. Вообще шикарный фильм. Рекомендую его просмотру всем. Хороший кино, хороший. Как минимум хороший. Какие классы взрывают? Самые чудесные. Человечество будет жить. Безумно шикарный фильм, необычный сюжет, потрясающие актеры, Том Круз, Морган Примон, романтическая история. Спасибо большое «Лаврадио» за то, что устроили такое классное мероприятие. Была прекрасная шоу-программа, яркие ведущие. Ждем еще очередных мероприятий. В ближайшее время в кинотеатре ожидается премьера «Легенды номер 17». Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Начать жизнь с чистого листа. При взрыве жилого дома в поселке Тувси семья Ивановых потеряла младшего сына. Тогда, в январе, местные жители до последнего надеялись, что из обломков подростка извлекут живым. Чуда не произошло. Родители мальчика смирились с утратой. С моим коллегой Дмитрием Ковалевым они восстановили картину того злополучного дня. Раннее утро. Спасательная операция в самом разгаре. На месте ЧП работает тяжелая техника, но вся надежда только на кинологов. Собаки берут след. Из-под обломков тогда извлекли тела двух человек. Обоих придавило бетонной плитой. От зраной волны часть здания сложилась, как карточный дом. Эту злополучную ночь многие жители вспоминают с одраганием. Стены в зале не было, балкона не было уже. Перед нами этот потолок висит. На стенке держался потолок. Вот эта плита держалась. Хорошо стенка была, стенка держалась. Да, оттуда на нас упала тоже эта плита. Отец погибшего подростка попытался сам пробраться под руины. Но отыскать человека в кромешной темноте было невозможно. Страшная картина до сих пор стоит перед его глазами. Ну я фонарик взял, там ничего не витать уже. Чувствую, руку просунул, диван уже к полу прижатый полностью. Именно на этом диване спал Саша. Тяжелую бетонную плиту удалось поднять только при помощи автокрана. Отец говорит, что уже тогда понял, помочь сыну ничем невозможно. Но многие даже спустя три часа надеялись на чудо. Я кричу, уже хожу, я говорю, вытащите, пожалуйста. Я уже даже не знаю. Уже позвонили сразу. Как мы слышали, позвонили. 112. С другим парнем полезли туда. Наверное, полезли, там уже плиты невозможно поднимать. В семье Саша был самым младшим ребенком. Родители говорят, что их сын был трудолюбивым мальчиком. Золотые руки с техникой на «ты». Профессию себе он выбрал подобающую. Поступил в техникум на механика. В этом году планировал поехать в Германию на практику. Ради этой поездки старался учиться только на отлично. Все вот говорят, ага. Просто его не хватает, говорят все. Нам тоже не хватает, конечно, его очень. Свою жизнь семья Ивановых будто бы начинает с чистого листа. И в нем больше не появится имени любимого сына. Пока им приходится ютиться в общежитии. Но уже в этом году они переселятся в новый дом. Его возводят быстро. Строители планируют закончить работы раньше намеченного срока. До ноября. О том злополучном дне. Жителям Тувсе. Сейчас напоминают только обломки жилого дома. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Сегодня на национальном телевидении премьера в 20.30 в эфир выйдет фильм «Движение в Берлине». Его снял и смонтировал режиссер из Чебоксар Виктор Чугаров. Виктор несколько лет назад путешествовал по Европе и заехал в Германию, где жил его друг Ян Шредер. Там родилась идея создать телефильм о родном городе Яна в Берлине. Ян и Виктор познакомились в начале 2000-х. Тогда они вместе на одном из местных телеканалов делали программу про конкурс красоты. А затем стали авторами проекта «Говорите по-чувашски». Когда они встретились в Берлине, идея фильма появилась сразу. Да, ну вообще ты там снимал мою жизнь, можно сказать. Ну вообще я снимал, да, как живут сами жители Германии. В частности, Яна рассказывала со своей точки зрения, что там происходит. А я уже по сути строил свою линию. То есть как взгляд чебоксарца на жизнь берлинцев получается. У меня не получится взгляд чебоксарский на Берлине. У меня тоже. 7 лет здесь живу. Ну это твой родной город получается. Ты там живешь и уже знаешь, где что, где находится. Фильм снимался три месяца. Еще год ушел на монтаж. Пока Виктор монтировал фрагменты, выкладывал в соцсети. И получал хорошие отлики. А премьера состоялась на Европейское Рождество. Ты узнал, когда тебе сказали в одном из клубов в Берлине, что ты есть в этом фильме? А, да. Мне девушка, которая тоже, ну она работает в один клуб, где я работаю. И она мне сказала, эй, там есть фильм с тобой там в интернете. Ага. И она мне слал линк, и я мог посмотреть. Да, ей понравилось. Во время съемок в Берлине Виктор встречался со многими людьми. Говорит, самая большая сложность – языковой барьер. Он даже ходил в специальную школу, чтобы выучить немецкий. Во время съемок, признается режиссер, бывали курьезы. Там был интересный интервью, который он делал с Пулаком. Пулак сказал, что он все время сейчас, который он жил в Германии, что он живет на пособии. И потом, когда ты спросил ему, как тебе нравится, он сказал, а мне нравится Германия. Я из-за немцев. Я люблю немцев. Это получил у тебя очень много отблизов в ВКонтакте. В планах Виктора снять движение в Берлине 2. К его созданию он привлечет уже и сценариста. А пока Виктор создает новый фильм. Он совсем другой, признается автор. Я сейчас снимаю сам, как режиссер-постановщик, фильм «Решение треугольников». Он будет показан, возможно, на Чебоксарском кинофестивале, который будет в этом году, в мае. Он как раз снимался как раз в Чебоксарах. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, «Республика». Их служба и опасна, и трудна. Но если все стражи порядка нашего города будут такими же, как герои следующего сюжета, то любимый город может спать спокойно. Оперуполномоченная отдела полиции Рябинко стал серебряным призером на чемпионате Европы по Панкратиону. Этим видом спорта, согласно древней мифологии, занимался сам Геракл. С помощью приемов Панкратиона он победил чудовищного немейского льва. Игорю Кириллову, в отличие от древнегреческого бога, приходится сражаться не со львами, а с преступностью. Недавно лейтенанту полиции покорился пьедестал почета на чемпионате Европы по Панкратиону. Из Венгрии он привез серебряную медаль. Обладая навыками борцовскими и ударной техникой, я могу уверенно себя чувствовать на улице, постоять за себя, за свою семью, за свою девушку. И в критически трудный момент быть готовым к ситуации. Боевыми искусствами Игорь занимается давно. Все начиналось с секции дзюдо. Первую победу, да, я помню. Был молод еще, был неопытен. Выходишь, нервничаешь. Соперник, кажется, много раз сильнее. Но когда начинаешь уже работать в спарринге с ним, понимаешь, что он такой же человек, как и ты, с такой же плоти и кровью. И когда у тебя проходят удары, броски, ты понимаешь, что с ним можно соревноваться. И после первой победы ощущения незабываемые. Спортсмен собирается идти и дальше. В планах самая верхняя ступень пьедестала. На данный момент я о тренерской деятельности не задумывался. Считаю, пока нужно достичь максимума в карьере любительского спорта. Пока у меня получается заниматься и выступать, я считаю, нужно в этом достичь успеха. Следующий серьезный старт ждет полицейского в Канаде. Там в июне этого года Игорь Кириллов будет сражаться за звание чемпиона мира. Ольга Пыречкина, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Приятных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин